На базе учреждения образования работали 14 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с 3-х разовым питанием 415 человек, 9 оздоровительных лагерей с дневным пребыванием детей с 2-х разовым питанием 282 человека и 13 профильных лагерей также с 2-х разовым питанием 180 человек. Проводился мониторинг, контроль работы этих оздоровительных лагерей. Но с нашей стороны Комитета по образованию специалисты и ревизоры при проверках замечаний и нарушений не выявили. К сожалению, в первую смену в школе номер 2 была травма, составлен акт, в общем-то травма есть серьезные последствия. Травма незначительная, но она была, в общем, все зафиксирована, и в свое время были приняты соответствующие меры. Помимо оздоровительных лагерей в общеобразовательных учреждениях, в каждой школе практически работали трудовые отряды школьников, но это без организации питания. В июне отработали 17 трудовых отрядов, в которых было занято 700 человек. За первую смену Комитетом образования и образовательными учреждениями была организация и занятость оздоровления детей даже в большем охвате, чем мы предполагали по распоряжению. На 2011-2013 год на организацию оздоровления, отдыха и занятости детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, по линии Комитета соцзащиты выделено из федерального бюджета 1,519,900 рублей. И из района бюджета 400 тысяч рублей на приобретение путевок и перевозку детей в детские оздоровительные лагеря. На первую смену из средств федерального бюджета приобретено 30 путевок в лагерь Бригантина и 18 путевок за счет средств района бюджета. Из многодетных семей получили 6 детей отдых. Из малообеспеченных семей, ну а я имею в виду не многодетные и малообеспеченные, просто мы их немножко разделяем. Из малообеспеченных 21 семья, семей с опекаемыми детьми у нас 6, и семей, остальные дети, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, семей с родителями-инвалидами и по направлению КДН и защиты прав. Спасибо, Надежда Васильевна. Есть вопросы? На четвертую смену, обратите внимание. И самое главное, что у нас получается и первая смена, и вторая смена, достаточно хорошая охват детей по району, да, будет не меньше, чем первая смена. Изначально те данные, которые передавались администрации детского дома, планировалось на базе учреждения. У нас достаточно большое количество детей, оставалось 17 человек, но фактически только два ребенка были в детском доме в силу своего малолетнего возраста. Все остальные дети, 8 детей, были переданы на воспитание в семью, так называемая гостевая семья. Трое детей из 8, в 7 родственников. Значит, в загородных, стационарных лагерях, как уже говорилось, это лагер Росонь, отдохнуло 30 детей. В санаториях отдохнуло, мы не планировали, но нам было предоставлено 6 мест для детей. На вторую смену лагерь Бригансина, 16 детей детского дома выехали. Практически у нас все дети, исключая, наверное, дети очень-очень маленьких, даже среди дошкольников, очень многие выезжали и будут выезжать на отдых на море. Ну, дети там до 3 лет, они не выезжали. Редактор субтитров А.Семкин